Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я сделаю обзор сразу на трех интербабушек, а именно на Галину с юга Англии, на Галину Смит и на Лену Хэппи. Да, это будет такая вот солянка, Мом Пассие объединяет этих героинь то, что все они входят в категорию интербабушки, то есть наши женщины определенного возраста, которые волею судеб оказались на чужбине, как правило через брак, и вот сейчас каждая из них проживает в англоязычной стране и борется за свое счастье так, как может. Ну а прежде чем мы поговорим непосредственно о трех наших героинях, заявленных выше, я хочу сказать несколько слов о своем последнем видео, о последнем видео, которое вышло на моем канале, посвященное Мадам С. Сегодня утром я просыпаюсь, включаю это видео и вижу, что там черный квадрат. Люди спрашивают меня о том, что происходит, были даже предположения о том, что я меняю это видео, то есть загружаю какое-то другое с другим контентом, на самом деле ничего подобного, я это видео не трогал. Этим видео занялся Ютуб, что-то ему там не понравилось, наверное то, что я упомянул имя Мадам С, которая сейчас в бане, которая сейчас персона нонграта на Ютубе, по крайней мере в течение недели. Мадам С придали анафеме, отлучили от Ютуба на целую неделю, то есть Мадам С сейчас неприкосновенная, прокаженная, трогать ее нельзя. А я вот взял и посмел записать о ней видео, и видимо где-то там выскочил красный флаг, и теперь проверяют и меня за мои высказывания, я так это предполагаю, возможно кто-то просто кинул страйк. Ну давайте вернемся к нашим бабушкам легкого поведения, к нашим героиням, а именно к Галине Смит с канала «Счастливы вместе с Галиной Смит», к Галине с канала «Жизнь на юге Англии» и к нашей уже горячо любимой Лене Хэппи. Давайте начнем с Галины Смит, потому что новостей у нее особо нет, несмотря на то, что я просмотрел ее последний стрим, а также и видео отдельные, особых новостей нет. Основная новость это то, что Лэри уезжает от Галины аж на 12 дней. Впервые он будет отсутствовать так долго, то есть впервые за время их отношений Лэри уезжает так надолго, Галина пыталась за ним увязаться, мол тоже поеду с вами кататься там по городам и весь им Лэри уезжает со своим лучшим другом, с тем самым другом, которого он помнит еще с армии, но Лэри сказал, что нет, это для мальчиков, короче, поездка, и Галина даже обрадовалась, потому что не хотелось ей на самом деле никуда тащиться, тоже хочется отдохнуть и душой, и телом, и Галина пустила клич. То есть пока Лэри не будет, ей особо тоже не хочется сидеть в своей деревне, поэтому она в привычной ей манере пустила клич с просьбой о том, кто бы смог ее приютить, то есть она будет ездить, в разные места, будет останавливаться у разных людей, которых она в принципе не знает, но которые знают ее через YouTube, и она готова ехать даже несколько часов в одну сторону, чтобы погостить у кого-то, ну естественно, за их счет, то есть Галина ожидает, что ее будут кормить, поить, показывать достопримечательности, подарков она не везет, она сразу сказала, но ее появление в их доме уже само по себе драгоценный подарок, потому что Галина будет делиться своей мудростью, давать советы бесплатные, ну и заодно что-нибудь поснимает и, возможно, даже сделает какую-нибудь коллаборацию, расскажет еще об одной счастливой судьбе. Ну вот это вот основная новость, кроме того, Галина говорит, что они с Лэри будут покупать новый дом, за который они в этот раз заплатят наличкой, желательно, конечно, наличкой Лэри, но если у Лэри не хватит, Галина согласна доплатить и из своих личных сбережений. Платить они хотят наличкой, потому что если вот тот дом, в котором они сейчас живут, они купили, в принципе, в ипотеку, ну там была очень хорошая процентная ставка, то есть 3, что ли, процента они платят, 3,5, то сейчас, как мы знаем, в Америке взлетели процентные ставки на ипотеку, более 6% сейчас годовых, и поэтому Галина с Лэри будут покупать новый дом уже за наличку, чтобы его потом сдавать как инвестицию и иметь с этого деньги, и дом, естественно, будет записан на Галину и на ее дочь Юляшку. Опять меня, кстати говоря, удивил тот факт, что Галина настаивает на том, что зять ее не американец, а приехал в Америку, потому что еще несколько видео назад в позапрошлом, по-моему, стриме Галина сокрушалась о том, что вот если бы сейчас зять ее был бы в России, его там куда-то бы призвали, а ей написали резонно, мол, Галина, какой зять в России, у вас же зять американец. Галина разозлилась на такое замечание, стала кричать, ругаться, мол, не лезьте в мою семью, если я говорю, что зять из России, значит, он из России, то есть Галина всячески хочет скрыть тот факт, что Юляшка ее была в разводе, развелась со своим российским мужем и приехала в Америку через брак с американцем господином Баном. Не знаю, почему Галина так болезненно переживает этот факт, видимо, боится, что тот образ святой Юляшки, святой Юлианы, который она пытается создать в своих повествованиях, разрушится, если вдруг выяснится, что Юлиана приехала через брак, а до этого была замужем еще раз. В общем, странно это все, но я даже не хочу в это сейчас вникать и вдаваться. В принципе, это все, что у меня было по Галине Смит. Теперь, значит, Галина с канала «Жизнь на юге Англии». Галина подустала. После последнего видео, в котором она рассказала, что ничего у нее не сложилось с этим англичанином-французом из Парижа, она заглохла и перестала выпускать видео по существу. Вышло два шорца. В обоих этих коротеньких видео Галина бродит по острову Уайт и показывает новогодние украшения в витринах магазинов. То есть, я так понимаю, в Англии уже давным-давно все украшено к Рождеству, тут в Америке нужно еще пережить Хэллоуин, а потом День Благодарения, а уже только потом люди начнут украшать к Рождеству дома и ставить елки. Хотя в магазинах тоже уже все завалено елочными украшениями. Так вот, Галина устала, видимо, и, видимо, разочаровалась в том, что мужчина из Парижа больше не захотел с ней встречаться. Нам это, конечно же, было преподнесено таким образом, что вроде как это она не захотела больше его рассматривать, хотя это очень странно, потому что в первом своем видео из Парижа она просто светилась от счастья, ну, по крайней мере, в ее голосе слышался какой-то оптимизм, она надеялась, она верила в то, что что-то может произрасти из этих отношений, потому что мужчина-то толковый, мужчина-то, в принципе, интересный. Ну, нет там той самой искры, которую Галина выискивала с лупой, ну, нет, не возникла эта искра, ну, какая там искра. Зато у него хобби. Вручила ему клей-момент и какие-нибудь там пластмассовые детальки. И пусть он часами сидит, склеивает эти модельки самолетов или машин, или чего он там склеивал все время. Ну, и пусть он возится. Тебе-то какая разница? Зато тебя вывезут в Париж. Тебя вывезут с этого острова Вайт в Лондон. Будешь чувствовать себя принцессой, королевной. Будешь делать красивые видео для нас, зрителей. Да, что еще надо в таком возрасте? Может быть, я, конечно, эйджист. Может быть, раз я так концентрируюсь и акцентирую на возрасте. Но, тем не менее, ну, какая искра. Вот Галина не может забыть Мартиному. При Мартине были другие пироги. Как его увижу, искра вспыхнула, он меня завалил, и мы всю ночь провели в постели. Ну, и где этот Мартин? Мартин ее даже домой к себе не приглашал и сказал сразу с первого дня, не рассчитывая ни на какие серьезные отношения, ни на какой брак. Мне это уже не нужно. Да, в принципе, и не нужен этот брак уже, может быть, в таком возрасте. Но встречаться с высокообразованным мужчиной-космополитом намного интересней, чем сидеть на своем острове в надежде, что ты там кого-то найдешь, который будет тебя удовлетворять и днем, и ночью. У нас уже есть одна такая героиня, Лена Хэппи, сейчас я к ней перейду, которая тоже вот нам рассказывала по пять-шесть раз в день. Понятолку. Я не говорю, что кекс это плохо, кекс это прекрасно. Медики заверяют, что это даже полезно для здоровья, сжигаешь там какие-то калории, наверное, пыхтишь. Но я считаю, что хороший кекс должен прилагаться как бонус к чему-то более вескому, к чему-то более интересному. Например, высокообразованный, но если кому-то нужен высокообразованный, я не настаиваю на образовании, в принципе. Это сама Галина подчеркивала, что он образованный, что он очень много работал, и вот у него теперь хобби, он никак не может угомониться. Но все же я считаю найти, например, интересного человека, с которым можно поговорить, пообщаться, с которым можно путешествовать, который будет приглашать вас в Лондон и в Париж, и желательно на этот раз еще и оплачивать эти поездки, потому что в первый раз он лоханулся, не предложил Галине оплатить поездку на автобус. Но, тем не менее, мне кажется, у Галины произошел какой-то перелом, и она заглохла, она больше не выпускает видео про свои свидания, а может, она просто устала от комментариев. Не знаю, посмотрим. Я регулярно проверяю ее канал. Надеюсь, что скоро выйдет новое видео о том, что же происходит в ее жизни и как работают ее аффирмации. И вот мы плавно переходим к Лене Хэппи, еще одна широко известная в узких кругах звезда пленительного счастья. Лена потрясает стрингами. Да, Лена Хэппи с гордостью заявила, что когда она весила 83 килограмма при росте 159 сантиметров, она носила стринги размера М, и Селиму это очень нравилось. Я сказал Лене в своей прямой трансляции, на которой Лена присутствовала. Мол, Лена, ну и в чем проблема? И при весе 110 килограмм, то есть при своем нынешнем весе, вы тоже можете надевать стринги. Стринги не имеют ограничений по комплекции. Пожалуйста, если очень уж хочется, надевайте стринги и сейчас. И я уверен, что если Селиму они нравились тогда, то они будут нравиться ему и сейчас. Единственное, что это неудобно, они врезаются, и потом пойди их найди, эти стринги в складках тела. Но если молодому человеку это нравится, то пожалуйста, облачайся в стринги и ходи в них по гостиничному номеру, чтобы держать молодого человека в тонусе, чтобы он не смотрел на страну. Я только за. Ну а вообще, конечно, Лена бежит впереди паровоза относительно своей работы. Как мы знаем, у нее 7 пятниц на неделю, она все время меняет свои планы. Но меня, конечно, умилила та фраза, вот из последнего прямого эфира, из которой мы узнали, что Лена, оказывается, закупила уже себе новый гардероб для новой работы в школе. То есть начала покупать какие-то строгие блузки, строгие юбки-карандаш, какую-то одежду специально для школы и сумочку, серьезную сумочку, учительскую. Понимаете? То есть Лену еще даже близко не взяли ни в какую школу, а Лена уже потратила деньги и принарядилась, купила себе гардероб для школы. Я, кстати, помню те старые видео, когда Лену взяли-таки в школу и как она тоже таскалась по магазинам и покупала эти блузки белые, то есть белый верх, черный низ, эти туфельки, эту сумочку и вот по второму кругу. Но Лена начинает не с того. Надо сначала, чтобы взяли вас в эту школу, а уже блузки и юбки вы сможете купить в любое время. Но Лена уже затарилась всем этим серьезным барахлом, ну теперь, наверное, будет его распродавать или просто отнесет и вернет в магазин, потому что Лена, я так понимаю, забросила идею школы, хотя вчера у нее не было видео, возможно, она ходила на собеседование, потому как работа Лене нужна позарез, ютуб и бусики не кормят, а на водителя школьного автобуса Лена идти отказалась. Да, во время вчерашней, позавчерашней прямой трансляции Лене предложили устроиться водителям школьного автобуса, профессия ходовая всегда будет нужна и действительно многие водители школьных автобусов женщины. Но Лена восприняла это предложение как личное оскорбление, потому что Лена высокообразованная женщина, у нее всевозможные дипломы о высшем образовании, которыми она потрясает перед нами все время. Она и в Америке училась, получала высокие отметки. Почему вы гоните меня, спрашивает Лена, на школьный автобус? Вы что, вы знаете, какой контингент там работает? Она этот контингент назвала, я не буду за Леной повторять, потому что я уже боюсь что-либо сказать. Видите, меня по Мадам С забанили, теперь еще по Лене Хэппи не хватало, чтобы забанили. Ну а вообще я надеюсь, что Лена просто отсыпается, отдыхает, взяла паузу на Ютубе. Почему? Потому что в последнее время она такими активными темпами выходила на прямые трансляции. Одна прямая трансляция длиннее другой и, наверное, она как бы поняла, что благодаря этим длиннющим прямым трансляциям она может зарабатывать больше, хотя я не уверен, насколько больше дают прямые трансляции, и позволила себе вот немножко отойти от Ютуба, отдохнуть, чтобы лишний раз не оправдываться перед хейтерами. А возможно, что Лена поехала в гости, к тому же Родни. Кстати, тут пишут, что Лена последнее время что-то зачистила к Родни, наверное, пытается его раскрутить на очередную сумму, наверняка раскрутить, просто приехать к нему и пожаловаться на свою долю, на свою тяжелую судьбинушку. Не хватает на квартплату, не хватает на то, на сё, не прося конкретно денег, а просто сидя и смотря на Родни грустными глазами, в надежде, что тот пойдет, достанет заначку и вручит или вручит ее Лене Хэппи. Есть такие предположения, действительно, в последнее время Лена зачистила к Родни. Ну, куда Лене еще ездить? Не к Вильяму же 4 часа в одну сторону, и походу Вильям тоже ее отшил, не особо-то ее привечает, не особо-то ее приглашает, хотя Лена сказала, что стоит ей только захотеть, она в любой момент вернет к Вильяму или даже съедется с ним, то есть въедет на его жилплощадь. Возможно, его она параллельно обрабатывает, мы этого ничего пока не знаем, но будем надеяться, что у Лены все хорошо. Вот, в принципе, все, что у меня было по трем нашим героиням, плюс как бонус Мадам С. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, пишите. Надеюсь, что у вас все хорошо. Берегите себя, будьте здоровы, ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.